В судебном кабинете непривычно малолюдно. На слушание по гражданскому иску пришла только истец. Это бывшая директор расчетного центра Илюза Султангареева. Она была фигуранткой громкого уголовного дела. Ее обвиняли в превышении полномочий, растрате средств ЕРЦ. В прошлом году руководитель сполкома Гареев Айдар Фертинденович написал на меня заявление в следственные комитеты о том, что я незаконно приняла на работу водителя и незаконно арендовала автотранспорт якобы у своего супруга. И этот документ не лег в основу обвинительного заключения. Сейчас Илюза Султангареева подала иск в защиту чести и достоинства и затребовала компенсацию в размере миллиона рублей. Сегодня прошло предварительное слушание. Ответчик Айдар Гареев на него не явился и документально попросил о том, чтобы рассмотрение дела прошло без его участия. В рамках гражданского производства написала миллион. Хотя знаю, что оно удовлетворено не будет наверняка. Но в данном случае у меня самая позиция, чтобы сказать горожанам о том, что в нашем городе возможно, что люди ложным донозом в следственный комитет, находясь на важных руководящих постах, могут подавать такие ложные обвинения и при этом не нести за это ответственность. На следующем слушании 20 июня дело рассмотрят по существу. Что касается прошлогоднего уголовного дела в отношении Султангареевой, ей вынесли приговор один год шесть месяцев условно. В связи с амнистией суд снял все обвинения с экс-директором ЕРЦ. Вадим Струминский, Ренат Харасов, Новости НТР.